вот сейчас еще один фильм покажу все хотел мастер-класс показать ну так и пацаны быстро лепит что я чувствую ничего мне покажу вот эти 55 рук конец рабочего дня не все кинулись а растворы вырабатывать нужно темнеет раньше и получается что не надо раньше фильм снимать вот смотрите здесь и змея корни посмотрите какой хотел вам показать мастер-класс как сделать пень цветочник но если какой у нас американский индейский какой-то камень там с этого с какой-то каньона взятые понимаете вот тоже по новым технологиям подолбали по покрутили он с цепями позади какой интересный цветочник вот он будет сюда выходить по железякам ну а здесь у нас такой цветочник полена ну это еще здесь много работы вот она полена корни какие-то у них проросли пар накопытную какую-то змею и вот смотрите вверху там будет шея сначала ветку делай потом сказали жирафа одно сказали жирафа надо сделать этого динозавра и хозяин хочет динозавра коля хочет жирафа а я теперь решил все это объединить в одно еще и роги ему сделаем как у оленей туда светить и сказать что то еще светильник будет вот такой у нас такой задумка ну здесь у нас идет пока приостановили мы работу по будем по гроту фонтану пещер ну вы видите вот уже кусок где-то начисто сделанная ждет покраски ну так здесь еще работа будет но уже примерно понятно вот ветки вот так идет кусками найдет мы где работа работали бросились этот фильм небольшой мастер-класс как можно сделать дракончика ну я там заливал этот фильм ну там такой ветер был мне попросили его переозвучить вот я пытаюсь а ну немножечко сделать более интересный этот фильм вот я пока за таким инструментом я работаю мастерки его там плоскогубцы щетки шпателя вот они примерно так выглядят а это вот какие драконы я делал это фотошопом собрано здесь их что-то мне повезло на этих драконов я их много делал не знаю сколько их там посмотреть можно вот и такое громадного тысячи тонн дел как 13 метров высоты как пятиэтажный дом в рот можно у него вместиться это в задонске это вот на канарах такой дракончик там за 20 дней мы его сделали мне пригласили красивую жизнь нарисовали но там бананы растут а так он покрашенный выглядит ну такие дракончики это коммерческий проект их можно делать легко и с удовольствием потому что никто не видел дракона и вот такого дракончика нам пришлось сделать и в городе козельский но был сильный ветер и вот получается что я его переозвучиваю посмотрите он был чуть раньше сделанный был и уже виде раствор прихватывается это я показываю а как сделать чтобы не было трещин ну берется кисть и просто немножечко как бы назовем размолаживается такой раствор то свете он уже имеет форму вылепленный я уже точно не помню это коля я делал ну вот на доделки фотомоделью я стал вот так я показываю как я его ну замываю уже примерно форма есть каркас и есть черновая есть и с понимаете в чем дело здесь очень хороший цемент марка 500 ну и не знали французский какой или мартовский я уже не понял но суть в том там есть присадка в этом французском цементе и он быстро схватывается час-два возникает с одной стороны это хорошо а с другой ты не успеваешь его быстро сделать вот видите как он быстро прихватывается получается его размолаживать на тут мы его так пластику чтобы сделать ну раствор любит воду ведь я вот кисточкой будем будет его так промазываю и получается вода пропитывается и так как это слоенка она ну своего рода получается вибрация водичка идет идет размывает раствор и он становится как бы монолитный ну другого способа нету соединить слоя рукой ты их не сделаешь а кисточка мягкая и вот она ведь и создает пластику такой вот уже нос есть вырепленный сейчас его промою и потом начну подрезку делать ну проблема таких мастер-классов в том что ну и до ну чтобы такую морду сделать надо 3-4 часа а у я его должен снять 10-15 минут вы больше не будете смотреть и поэтому получается вот как бы или урыбки или надо ускоренно посмотрите в виде глаз я размыл его немножко а теперь у меня такой есть мастихинчик он очень удобный видите я раз и делаю подрезку ну вот на лесах мы так стоим видать кто толик или кто снимает подошел ближе ко мне надо ли штатив было делать или может надо со временем мы научимся более качественные фильмы делать каналу всего год ну вроде бы пользуется он интересом и мы будем развивать этот канал дальше вот видите смотрите я прорезал глаз отец надея его продавливаю и это еще и еще как бы уплотняю раствор вот таким образом после воды я соединяю слоя потому что они с нескольких слоев соединяется то есть когда мы его наделаем и какие-то слоя качественно легли если не жидкие какие они будем говорить там есть прослойка там какая-то и при схватывании может быть мороз туда и потом будет отслаиваться то есть вот вот это не портит когда ты его ну как бы протираешь и если он еще пластичный и не схватился то это польза а если нужно начинается схватился и он нету влаги то получается идет разрушение мы его таким образом как бы ну размолаживаем и он потом будет сыпаться вот это надо работа требует ну чтобы не от нее не отходили но есть несколько техник работы в данном случае эта техника у меня лепки и резьбы видите раствор уже плотники но еще недостаточно плотный он позволяет резать и лепить то есть такой вот это самый лучший слой вот видите я такой зрачочек как у змея делаю видите подрезочку делаю и смотрите как рукой я двумя руками режу для того чтобы была жесткость ну как бы а чем больше рычаг и чем дальше от глаза тем сложнее более точный делать подрезка видите я как бы рукой его фиксирую это таким образом ну жесткость руки появляется в питье так это ну я уже по подрезанному видите даже умудряюсь одной рукой ну видите через пальчик я как бы рычаг обрезаю и кончик ближе к скульптуре и можно более точную делать резьбу но дело в том что это дракон ну глаз и глаз ну вот как бы ну с лицом человека сложнее там более жесткие размеры мы его помним и понимаем а это такая коряга 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 динозавр там ну просто в конце наверное будет съемка полного этого фильма но всем же интересно вот как же его вырезать вот то есть каркас вываренный ну вот теперь я подрезку делаю где-то вот у меня получается видите уже мне есть форма а я может немножечко что-то мне не нравится могу вот градус поменять подрезочку сделать резко сделать это ну вот законы монументальности умное какое слово то есть чтобы была монументальность надо вот это градусы сидит можно пластику сделать тогда этого градуса будет не видно но бетон любит все-таки монументальность вот я считаю что вот надо подрезку сделать губы вот или себя сильно подрезала не забыть и как я с резонул я выкололась а теперь я беру кисточкой лечу то что я сделал потому что там для теле трещинка была и не домылась или просто рука дрогнула и и я выколол но сейчас видите я замываю жигитым раствором я сейчас подлеплю его и вот видите вот подрезку лишнюю фаску и смотрите я эти фаски оставляю я их не я могу их замыть ведь я немножко обратную делаю это получается полутень и так как это такой дракон он не анатомичный он все-таки типа дерево жираф дракон как бы такой интересный сборняк фэнтезийный и он позволяет где-то вот применять такой прием я пришел от приема такой можно сделать видите но это зубы зубы я стремлюсь они уже к натурализму видите зубки подрезаю и от того но я примеры понимаю как звук зуб устроены видите и ему надо губку подрезку это будет тень лишняя и отсюда будет ну зуб натурально смотреться вот этот бетон позволяет но позволяет при условии если быстро делать если он прихватится потом придется вышкребать и это очень сложно будет делать и долго поэтому вот если делать морду там или лицо или дракона то здесь ты уже берешь там три-четыре-пять часов до 8 часов есть смена которая ну за который ты должен успеть сделать эту работу потому что на следующий день если будет ну или жара ты просто не успеешь и вот с этим цементом у меня были уже проколы то есть когда я на нее натолкнулся там есть присадка которая ускоряет схватывания и я дел медведей получается его не успевал делать и мне пришлось три-четыре раза там медведи дел пока я понял что надо немножко по-другому работать потому что ну как бы не успеваешь или другим цементом работает то есть то есть одной стороны так как бы хорошо а если ты не успеешь вырезать это плохо потому что здесь две техники лепка и резьба в данном случае видите я показываю где-то я подшкребаю но где-то вот видите подрезаю могу теперь и раз еще он позволяет и лепить он и как бы там нет видео на даже форму держит то есть зуб достаточно имеет остренький такой и ну я его не делаю натуральную я немножко делал вот эти грани они дадут ему как глаз будет видеть его габариты будет видеть а если его залезать то он он будет ну что же ему габарит видеть что-то вот острые грани они усиливают но эффект как бы ты видишь это все вот эти габариты и вот эти острые углы они дают надо тем пользу виде зубы к я на 4 части подделывая у меня часто зубы приходили сделать коренные или мне часто лечить их приходилось потому что у меня семья большая девки постоянно у стоматологические поли клиники вот я знаю как они устроены ну опять надо просто упереться видите рука уже до нее не влазит возникает проблема то есть ну чисто технически туда залезть но дело том что это голова на как бы высоко находится на 4 метров или на какой высоте и многие как бы детали не будут видны то есть можно немножко схалтурить вот где-то на крыше дома хорошо все делать и тетяп-ляп сделал а не видать если вы ишь квартиру делать 8 него что-то не делаешь внутреннюю отделку да ты чокнется чтобы ее вывести ну надо очень много потратить много сил и и это надо гипс алебастер надо шлифовать то есть ну требует очень много времени а теперь смотрите я хитрю я пока зашется с бетона ну как бы можно было прекратить его но я под мастер-классом показа что могу сделать как бы чешую дракона то есть мы его может усилить гораздо сильнее но просто этот дракон будет сделано в виде дерева и мне придется делать кору дерева и там и и ну то есть ну чтобы не перемутить вот я показал что я могу сделать будем говорить шкуру этого дракона в виде чешуи а вот эти мне чуть-чуть мастерочек я могу добавить вот жидким раствором от у меня зуба там нету то его наращиваю я его наращиваю ну это видать зуб или скололся и вот это я его добавляю то есть ну определенную толщину смотрите сколько надо лепить а когда им надо его лепить ну вот видите здесь со сантиметр два три раствор на ветвикалке выдержит ну надо его хорошо примазать но видите даже сейчас он жидкий я попытаюсь даже чуть-чуть вылепить но его зуб лучше все-таки вырезать ну пока получается мне его вылепить и придать ему форму но потом через часик-два я подойду его подрежу ну да вот как бы брак был вот и кистью пытается тот нижний зуб полечить ну что зубы это ну они тонкие и они требуют более тщательно подхода это будет микротрещина в смысле не ты его не примажешь хорошо то он может и при погодных условиях он может и отлететь но дети сюда не лазают поэтому на него будут просто смотреть люди глазик я пролепил и теперь кисточку немножко постояла на вот эти реза который я сделал его замываю ну чтоб резкого резкой подрезки не было видно одесса не какой хитрый ход ты делал я взял чуть-чуть раствор и я пытаюсь а ну типа шубы сделать это за шуба она и микротрещины сделать и то же время вот эти гладкие поверхностях которые резак она их ну закрывает душа но гладкой нехорошо я вам скажу вот все вот это шершавое сколько раз говорю его легче покрасить и все-таки шуба не шуба кожа у дракона она имеет все-таки по моим понятиям она такая шершавая как у дракона у крокодила и вот я типа шубку подмываю и и оставлю слой а хотя посмотрите видите шею ну шею точно коля делал смотрите какая красивая шея она сделана под дерево с такими пятнами то есть это какой-то дракон жира такой вот хитрый такой мистическое животное она находится на гроте ну есть там фильмы а теперь я просто специально для фильма делаю вам такую показа что мы его вышкребать потому что я ограничен времени а выше выскребать надо чуть позже но еще не готова вот вот такая мы делаем как будто она деревянная это будет микротрещины вот я немножко показал вам кору ну просто рано надо уйти и вот почему сложно делать полноценный мастер-класса не требует времени опять студию какую-то а на работе не всегда заказчику нравится что могут этим заниматься и опять временные то есть такие что надо определенное время когда делать и выключать приходить в чем уроки много ну видите как как бы канал я взял я стал же не скульптор а блогер и поэтому мне приходится вот этим нужно делать делать стараться делать качественно чтобы вам было интересно ну может со временем я научусь все таки уже год у нас 600 700 фильмов и вот народ просит ну интересно что какие-то фильмы нехорошо смотрят там дорожки там штукатурку а вот со скульптурами там может определенные люди смотрят сегодня людям больше надо практическое что-то что нужно посмотреть и что применить на даче но ответе вот этот фильмик он основе цвет уже загрунтовали вот так идет грунтовка основного цвета смотрите что у нас дальше вот здесь у нас уже даже какой-то зеленый камень немножечко продули на фонтан этот город я потом отдельно вам покажу с ней такой рядом грот сопрягается сопрягается тоже давно его не показывал сейчас вот этот сниму фильм по покраске вот здесь дочка ира красит не знаю такой странный светильник жираф не дракона как его жираф динозавр вот так вот вот смотрите вот так идет и пропись и он еще является светильником вот сейчас даже я вам небольшой мастер-класс покажу или да на ней не буду показывать я покажу потом вместе с гротом чтобы не разрывать фильм на части так вот так вот ира только все прикрыла хвост с этой стороны уже смотрите какой красивый сюда наверное заставать я упаду вот так вот смотрите вот так он выглядит язык зубы у меня даже там какое-то кино есть как его резал вы можете посмотреть продолжение я его напишу покраска динозавр вот так вот и вы тогда можете найти там мастер-класс как его дел а теперь мастер-класс как его красят здесь леса насколько можно близко подойти ну сейчас вот видите какие краски у нас белая желтая то зеленая до коричневая какие там краски вот видите у нас такой как шоколад или как он называется вот видите это зеленая такая бирюзовая и вот очень красивая красная краска вот смотрите сверху он просматривается так вот видите у нас вот такие вот светильники провода заложены вот такие трубы железные и и на них потом ставится пластмассовые светильники они продаются в каждом магазине недорогие они как или пластиковые очень уличные и мы часто их применяем ну и они не навязывали они круглые шары они не навязывают форму то есть они уже как бы нейтральные то есть мы можем применять именно к деревьям таким растительным то есть если кузнечим ну можно кузнечим фонари делать но не навязывает уже свое мышление от видите как роспись идет шеи шеи жирафа вот так вот там вырезали мы его ведь уже беленький зелененький коричневый и низа шоколадные вот эти вот за забита тремя цветами то сниз тяжелый и даже какой-то черный еще поддувка чтобы дать контраст и усилить понимаете с этой стороны вот так дракончик или динозавр вот так вот то есть он под дерево сделан очень такая работа относительно простая но вот это что леса верха немножко в принципе сложно ничего нету надо варить леса если есть ресурс хорошая мощная бригада то это безболезненно делается если самому то технически это очень сложно на даче какой-то домохозяйки сделать леса такую большую работу то есть это напряжно а здесь у нас 7 8 человек подсобников это элементарно каждый делает свою работу то есть ты сказал она делается посуде какая интересно а чем ты не за вот это внутри распишешь она темная ли света вот это не жутят это темное должно быть да вот вот так вот идет роспись покраска динозавр вот этот это шея полностью монолитная залито вот этот миллиградный стол там ну железо бетона куча арматуры и и залито чтобы не очень большой вес она залита бетон вот уже и глазки у нас здесь есть а вот эти жёлтенькие надо будет его сейчас расписывать вот я могу немножечко чтобы не скучно было смотрите у нас есть вот такие вот вот такие грибы тех на грибы вот этого ракуса вы можете посмотреть можно посмотреть люди куча железяк у нас там он сидит этот дымчик то есть мы тоже видите все пыль цемент все грязное может дождь это помоет вы можете крышу посмотреть вот как сзади с ним отсюда выглядит крыша гаража арбузы вот грибочки тех на вот забор вот так вот видите желтенькие зелененькие черненькие такие полутона то сидят живопись по по бетону краски очень стойкие там есть пару фильмов я беру краски так как не делают и магазин там даже есть технолог может ему писать он какие-то ответы даст на которые я не краски делается на украине ну и при желании можно и в россии подобрать краски которые там стойки это для цоколей есть такие краски для крыш для шифер или как для одну покраски крышу то есть стойки для водоемов и можно применять и для росписи скульптуры мы скульптуры свои не лакируем но этой краски нашей она и будем говорить под нас делается уже 15-18 лет мы работаем она стойкая и смотрите она глянцевая она выдерживает то есть она уже блестит то есть нет смысла покрывать его закреплять ну хотя бы мы какие-то попытки делали лакировки там крыш ну что-то это у нас не прижилось нету в этом смысле так примерно так вот идет покраска бетонной скульптуры сейчас я дну сюда ну я немножко смогу снять отсюда